Продолжение следует... Итак, мы проводили эксперимент-клуберинга. Вот наш эксперимент. Проводили ее с тарами разных емкостей. И таблица первого эксперимента, у нас здесь предоставлены емкости первой тары, вот как она у нас происходит, и скорости струи. То есть скорость струи у нас была защитника. У нас был ледный стакан определенного объема. Заполняли этот стакан, замеряя мнение, и замеряли внутренний диаметр крана, то есть круга, из которой у нас течет вода. Таким образом мы рассчитывали. Получается скорость. У нас было 2 скорости на целых 6 сотых метров в секунду и на целых 23 сотых метров в секунду. Прием у нас получается 3 на 10 в четвертой степени на 1 метр в куле. И длина струи. Длину струи мы замеряли с помощью линейки. Продвижность линейки у нас она половина цена деления. Это будет 20 сантиметров. Либо 0,2 сантиметра. Диаметр струи, опять-таки, мы рассчитываем его с помощью линейки. Расчет получился достаточно грубый, но подвешенность, опять-таки, на половине цена деления линейки. Вот у нас получился диаметр в первом случае. Диаметр напрямую, точнее скорость напрямую зависит от диаметра струи. То есть так основанно, как на 2 струи. Получается то, что... Вот мы записываем диаметр. Дальше. Следующий эксперимент с помощью линейки. Вот мы можем видеть эти пузырьки, так же, как и в первом струи. Сами пузырьки мы замеряли с помощью... Можно назад? Я немножко ошиблась. Здесь у нас не диаметр струи, а расстояние от места, куда у нас падает патрулья, до окончания этих пузырьков. Как мы рассчитывали это расстояние? Мы делали фотографию, и уже в фотографиях с помощью линейки рассчитывали расстояние получается вот это. Расстояние пузырьков, разбега. Так-то это считали? Здесь мы также брали те же самые скорости, скорость мы не меняли. Как мы добились того, чтобы скорости у нас были неизменны? То есть мы сначала установили один напор, рассчитали его скорость. Получается, для первой тары провели эксперимент, потом для второй тары, не меняя скорости, провели эксперимент, потом уже так, применили скорость, чтобы у нас для обеих таров была абсолютно одинаковая скорость. Поменяли скорость и уже провели эксперимент уже с другой скоростью для обеих таров. Тут у нас объем больше, длина струи у нас не изменилась, но мы, на всякий случай, когда проводили эксперимент с второй тары, еще раз измерили, не изменилась. И также мы фиксировали фотографии и уже линейко измеряли разбег этих пузырьков. Следующая. А от чего у нас вообще появляется это явление? Это явление у нас появляется из-за того, что при течении воды она у нас смешивается с пузырьками воздуха, и уже при попадании с водой пузырьки воздуха и сила ответа распределиваются обратно наверх. Но наверху эти пузырьки с воздуха у нас включают поверхностное натяжение воды, поверхностное натяжение жидкости. Пытаясь преодолеть это поверхностное натяжение, наш воздух преобразует пузырьки на поверхности. У нас получилось то, что при большей скорости воды разбег пузырьков стал меньше. Не очень значительно, но меньше. Зато вот количество пузырьков и их размер увеличилось. То есть у нас стало больше пузырьков и не стали меньше по размеру. То есть только там более высокая высота и большая скорость воды. Из-за этого у нас пузырьков становится намного больше, и они становятся настолько крохотными, что похоже на пилы. То есть у нас в водопаде образуется пикер. И это все. Прошло. 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 Значит, докладчикам было дано более некачественное объяснение этого мнения. Но на вопрос задачи точно ответ был не факт. Прошло время у вас. Я тоже это ваше следующее. Это доклад оппонента. У вас пять минут. Игра. Значит, качественно вы процесс записали, но вы, как мне кажется, не смогли определить, каким образом будут изменяться практики этого процесса в зависимости от тех ранних систем, которые вы варкировали. Например, у вас было проведено всего два эксперимента с двумя различными формами тары. Причем обе эти тары имели проникнуть на статистическую форму. По сути, единственная информация, которую можно из этого получить, это то, какая глубина будет непосредственно удары под той точкой, куда падает струя. Но где гарантия того, что общая формата не будет влиять на токи, каким образом токи будут распределены? Дальше. Единственная характеристика, то, как будут выглядеть звуки после удаления, в вашем случае, в идеале в том, насколько далеко они удаляются. Но не было ничего сказано о распределении, о том, насколько быстро они затухают. Дальше. Вы говорили о том, что единственная разница в первом и втором эксперименте заключалась в том, что у вас в случае более высокой скорости струи размер пузырьков был меньше. Но непонятно, каким образом вы определили, что они меньше на вас, но погрешности слишком высоки. Тут нельзя так сказать. Соответственно, в пределах погрешности у вас получилось, что общее расстояние, на которое удаляются пузырьки, получилось в пределах погрешности практически эквивалентно. То есть вы не установили зависимости распределения пузырьков по скорости струи. А это был, по сути, единственный параметр задачи, который вы установили измерить. Дальше. По поводу вашего комментария про водопад. Вы сказали, что единственная разница в случае с водой из-под крана и водопадом заключается в том, что энергии в случае падения воды с водопада больше. Но на самом деле эта причина заключается не только в этом. Особенно, если учитываете то, что вы скручивались с катором с краном, и у вас при яблоне привыкнут. Так что это просто вы недостаточно осветили. Но мне всё. Спасибо. Первый вопрос. Давайте начнём с обсуждения того, каким образом вы определили, что в этом случае разница в водой из-под крана. Спасибо. Когда мы делали фотографии, учитывая не только постоянные объекты, но и по премьерным полям рейки, мы сравнили размер пузырьки. То есть вы сделали фотографию и посмотрели по пиксерам, что в этом случае средний размер пузырьки в водой из-под крана. Вы смогли дать какую-нибудь численную оценку? Нет, потому что пузырьков было достаточно много. И если давать численную оценку в каждом пузырьку, это очень большой объём. А различие количества пузырьков вы обнаружили? В количестве? Да. В случае с более высокой скоростью спринт, у нас количество пузырьков получилось. С чем это может быть связано? Как раз со скоростью. Ну, по эксперименту у меня получилось так, что это зависит от скорости, а не от объёма ТАРа. На ТАРу. И ты понимаешь, что это тоже. Да, я говорил про то, что у вас вариация ТАРа слишком специфическая. То есть она не позволяет ни каким образом. ТАРу. Я выбрала так, чтобы диаметр самославил. То есть у нас было одинаково. В основном объём, она зависит от скорости. От глубины ТАРа я брала за губок, за цилиндр. И рассчитывала объём ТАРа. Объём рассчитывала по диаметру, минимуме и высоте. То есть у нас значительное различие ТАРа. Как раз глубина. Хорошо. То есть вы предполагаете, что у вас определяющая характеристика это глубина ТАРа. А вы можете, например... Ну, отдайте тебя за цилиндр, прошу. Я сказала, что не буду я его исправить. Возможно, я бы брала недостаточно различные ТАРы, но на его эксперименте у меня зависит от разности. Хорошо. Не получилось взять другую высоту стриги. Можно было бы провести ещё другой высоту стриги. Я думаю, что это тоже нужная характеристика. Как вы считаете, если бы мы, допустим, взяли ТАРу бесконечной глубины, то результат бы отличился от того, что вы получили глубину? Почему? Потому что... В любом случае, это изменение проходило бы на каких-то порядочных слоях воды, то есть на каких-то от узлёбных слоях, и то, что было бы на дне дальше, допустим, до бесконечности, это бы никак не повлияло. Повлияла как раз-таки схожесть струи и высота. Поэтому на ботападе мы видим такое явление, то, что... Ну, с какой-нибудь с вами не согласится. Интуитивно кажется. Понятно, что если вы возьмете совсем ушковский удар на тарел, то картина явления будет очень существенна от того, что вы видите предыдущие, когда у вас освобили на тарел существа. Потому что у вас расстояние, которое успевает уменьшать вода с заманными в нее пудельками воздуха, она определяется тем, насколько там много пространства. Соответственно, когда это пространство достаточно высоко... Писать достаточно плоскую тарелку. Здесь я с вами соглашусь. Да, это как бы имеет место быть, потому что у нас недостаточно личные плоды в тарелке. То есть, они будут слишком быстро подниматься на поверхность, из-за этого будет много людей делать. У нас будет много пунктов и дешевле с этим. Потому что... Почему то настолько быстро будет на вашем проверке и будет зависеть от того, как вы думаете. То есть насколько я понимаю, будет некоторое фиксированное номинар, который сможет на какой-то такой пункт пойти, и начиная с этого момента, его на дарь он как-то будет в инверсии. Да, то есть... Я думаю, что это где-то... А почему? Цены, потому что я брала, 4 сантиметра и 6 сантиметров. Взял. То есть 4 сантиметра и 6 сантиметров у меня уже не отличались. То есть около 4 сантиметров уже не было. Но в вашем случае получилось, что и такой оправдан, что у меня не хотелось на большинство, и получилось по расстояниям, которые бывают легкие бои. Здравствуйте, у меня зовут Олег Александр. Я представляю команду «Ломбинга». Я буду реализировать данную задачу. Хочется поблагодарить докладчика за представленное решение. Спасибо большое. Стоит отметить, что был произведен эксперимент. Да, эксперимент сделан с недочетными, с дешевыми дешевыми, и с технологическими недочетными дешевыми дешевыми. Также хочется сказать «спасибо». Спасибо абоненту за то, что он на некоторые эти недочеты обрели внимание. Что еще хотелось бы ответить от докладчика? Попытка решения задачи, в принципе, была. Была попытка отметить на все вопросы. Но хотелось бы все-таки как-то визуально видеть визуальное представление ваших зависимостей. То есть графики построить и так далее. Ну, опять же, ввиду того, что у вас мало неопознаваемых параметров, по графике будет строить очень тяжело, да? То есть по внутренним точкам или щековным видам. Опять же, с другой стороны, через цифры физику не увидишь. И хотелось бы какой-то аналитики, то есть механизм образования этих визуков. Вот, в принципе, что могу сказать по докладчику. Со стороны оппонентов звучало, во-первых, в оппонировании достаточно... Ну, видно было, что оппонент услышал докладчика и хочет именно дополнить его решение и как-то помочь ему разобраться в данном вопросе. Но оппонент во время полетики задавал какие-то наводящие вопросы, но в то же время не развивал темы, как, например, был, опять же, символизмом образования этих самых визуков. Мы говорили, что от глубины, от бесконечной глубины, да, это все хорошо, но хотелось бы дальше услышать именно графику. В принципе, я думаю, что все эти вопросы мы обсудим в ходе правильной публики. Я считаю, что задача частично не решена. Спасибо за это. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы переходим к дискуссию. Через четыре минуты. Такой вопрос сразу по эксперименту докладчика. Скажите, пожалуйста, в какой момент были вами вот эти длинные фотографии? Именно магнит глубины, ну, вернее, высоты вашей жидкости? Ваши старты. Мне кажется, что это не сразу, как получается, но если это нет, через некоторое время что у нас система в более-менее вылезная система, и в этот момент вы несколько кадров... Понятно, что через некоторое время распределение станет программа, спускаем характер. Да. Характерно, но момент времени, когда, например, спирт, когда кто-то достигает нам это, оно уедет из-за того времени? Я предлагаю заняться обсуждением того, что качественно у этой задачи кажется наиболее непонятным. Почему при увеличении скорости сути уменьшается радиус пузырьков? То есть почему становится больше, это не понятно. Потому что за каждое множество времени вода запахивается больше и больше воды. Но почему радиус меньше сути? Уважаемый проект. Еще стоит дополнить, что задача ненасказана зависит от скорости соударения воды, а не от скорости, которая выливает. Ну, это же не принципиально, потому что они длины. Но если мы увеличим расстояние, то оно же поменяется. В данном случае расстояние было фиксировано. Ну, расстояние было фиксировано, но массовый расход не фиксировано. И за это по скорости соударения сути уменьшается? Я думаю, что на характере явления это не таким образом выполняет. А вы можете объяснить? Почему? Я думаю, что скорость соударения устроились с самыми случаями. Но скорость соударения устроилась. Есть даже какие-то различные, которые не значительные. Ну, не значительно это хорошо. Они не связаны или нет? Они не связаны или нет? Ну, у нас есть форма управления. А, ну, то есть все, что я вас понял. У вас сейчас не связаны. Такой вопрос к оппоненту. Как вы думаете, лучше нужно? Несколько не спасибо за внимание, а вот раньше? Вот, смотрите. Во-первых, тут у нас видно, что под углом снятая картинка. Да? Во-вторых это не углом. То есть это не техникуляр. То есть в любом случае будут проекции и ваши... В любом случае понятно, что количественные характеристики в данном инструменте недостаточно точны для того, чтобы можно применять судение нормального уровня. Сейчас важно понять качественные характеристики. Мы не можем понять, почему радиус производства становится лучше. А, по-моему, можно ли как в облачной кладочке? У меня, честно говоря, нехоти. Я не понял, что... Я могу предположить то, что... Из-за того, что... Как раз-таки у нас из-за более высокой скорости спуни воздух погружается на более высокую, но более большую длину. И, возможно, из-за этого у нас когда-то глубина там ходит, они не спорально поверяющие. Но они значительные. То есть на каком-то бесконечном расстоянии она уже не будет. И на более большую глубину у нас получается будут просить пузырьки. И подниматься оттуда он будет уже практически... Практически... Да, да. По погружению. И поэтому у нас сужается. Хорошо. То есть, да, чем ниже, стоя воды у меня сейчас поверките, у меня становится меньше. Понятно. Но когда они поднимаются, это давление опять падает, и они опять расширяются. Почему вот это? На самом деле. У нас получается, они поднимаются более перспективно. То есть, где они погрузились? Там или нет? Команды присоединяются. Хорошо. Уважаемый докладчик. А не могли бы Вы как-то предложить эксперимент, чтобы пронаблюдать именно это явление, когда у Вас без руки поднимаются? Да. Чтобы посмотреть, как у них идет расширение. Чтобы посмотреть линии, для которых нам нужно более совершенствоваться, нам нужно более совершенствовать длину. Во-первых, желательно струду с изменяемой длиной, чтобы мы могли менять длину. Во-вторых, тара должна быть достаточно глубокая и прозрачная, и должна быть недостаточно глубокая и прозрачная, чтобы мы смогли посмотреть это вразлично. Вразлично, хорошо. А почему вы проводили данный качественный эскермент, чтобы посмотреть именно траекторию, как у вас узелки расправляются? Если вы входит в свой эскермент, у меня прозрачная тара имеется. То есть, я смотрела сбоку, но у меня это достаточно глубокая, чтобы именно... То есть, мне нужно было кроме прозрачной тары еще и более глубокой тары. На этом слове, ну да. Возвращаясь к тому, что вы меняли скорость сквит, вы просто меняли высоту или так же контролировали толщину? Возвращаясь к тому, как раз я и говорила о том, что высоту я контролирую другому, потому что у меня уже нормальный экран, и, извините, я его не могу. Но я изменяла, получается, если вы видите, то у меня здесь вот такой... То есть, я поднимала сначала на неполный набор делала, измеряла, получается, скорость, а потом уже принимала выше, чтобы набор на тени. Хорошо, спасибо большое. У нас еще вопросы есть, а другие команды. Ну, хорошо. Хорошо. Большой комментарий. По поводу претензий к видеозаписи я не соглашусь, потому что видео в данном случае является просто наглядным показателем нового эксперимента. С задачей экспериментальной, то есть, эксперимент был поставлен, был проведен. О том, что были соответствующие условия проведения эксперимента, тоже было сказано, были сказаны минусы при проведении этого эксперимента. Вопрос в команде аргументы. Что вы понимаете под крайне специфичной формой тары, и что есть для вас бесконечная тара? Все-таки нам необходимо было провести проект... На крайне специфичной формой тары именно следующее. То есть, докладчик в своей презентации в качестве единственного параметра характеризующего форму тары использовал ее глубину. Но так как мы имеем здесь дело с распределением футболковой плоскости, где гарантия того, что общая форма тары за пределами вот этой точки глубины не будет влиять на это распределение? Прошу заметить, что в начале было сказано о том, что был измерен диаметр тары, и диаметр тары не отличался. Диаметр тары это не единственное, что можно назвать. Форма тары именно вот сосудок, который наполняет собственное данное таро. Уважаемый, уважаемый абонент, задача сказана, что вы должны оценить распределение, что ваше понимание означает распределение. То есть мы не очень внимания определили туда то, как у нас распределяются пузырьки в данном возрасте. Хорошо, то есть по папку это на некотором расстоянии какое количество пузырьков, да? Я уже говорил про то, что пузырьки пузырьков я почитаю не много, но очень много, я имею в виду. Это довольно-таки большое объединение. А может вы как-то предложите решить эту проблему? Нет, но вы последние несколько минут занимались обсуждением того, таким пузырьмом можно лучше понять, сколько там пузырьков станет, как там уже порнукары изменить или отрегулировать от этого храна. Но я все еще, честно говоря, запутываю на вопросе о том, почему размеры пузырьков становятся нежными. Я думаю, это просто понятно. Ну, пузырьков не может. Так, вопросов, поэтому стоит все-таки продолжать пузырьки, чтобы хотя бы обсудить работу пузырьков. Какой инструмент хотелось? Значит, может это раздавать, она создала свою задачу пузырьки, и создала вот как раз таки этими изменениями по ее версии и по тому эксперименту, который она производит. То есть у нас фото захватывается в большем количестве и более часто? Все по среди августа.